здравствуйте друзья у нас есть симпатичная фотография фанчики и я сейчас хочу написать его портрет и показать как можно подойти к одному из портретов к одной из стилистических языков живописи в портрете так как всегда вы знаете я люблю испачкать холст чем-нибудь и как-нибудь фотографии вы видите у себя на экранах цветом тела тепленький такой разбил охры английской избавимся от белого на разборителе на чистом разборителе белильца ахрильца английская красная а и и и и и Итак, накрыл Накрыл С таким комом тряпки Немножко распределю вещество Там, где предстоит ценовое пятно Даже немного соберу вещество в тряпку Чтобы оно не препятствовало густой укладке фанового пятна Это будет просто сухая, но смуглая подкладка Здесь у нас тоже фановое пятно Сухая, но смуглая подкладка Тряпка усвоит часть вещества в себя Но таким образом тонирует холст Что выгодно будет У нас будет холодный цвет фонос И он будет несколько оттуда пробиваться Вот и хорошо Здесь просто успокою, уравномерю вещество краски В районе лица Этой же тряпкой Возьму чистую ее часть Фирушкой тряпки Коричневый Где-то с середины формата Коричневый с краснотой можно взять С каплаком уже в данном случае С середины формата И по этот уровень по высоте Как я вижу на фотографии То есть основные реперные точки у меня Складываются там же, где и у фотографии Краснота мне нужна для того, чтобы Английскую красноту нужно тоже подложить Для того, чтобы касание к лицу не было сильно холоднее И здесь тоже отсекаем Отсекаем волосами Ручка идет чуть правее середины Вот, допустим, середина Чуть правее середины ручка Пальчики Челочка Смотрите, я отсекаю темнотой Не с черт лица начал А с отсечения основных пятен Где-то здесь Где-то здесь Пока очень приблизительно Подбородочек, в принципе, натекает на середину Поэтому можно это натикание подбородка на середину Сразу себе обозначить Ну и расстояние от низа формата Определить для себя Полосы пошли на шеечку На височек Глазные впадинки Носик В этом пространстве лица Выше середины Губочки Ну и дальше уже можно С кистью Доискать Основные вехи рисунка Вот ноздричка прямо Почти посередине Чуть со смещением сюда Почти посередине лица А то, что посередине Более-менее легко найти К ней пристроится вторая ноздричка Крылышко носа Крылышко носа Здесь светик Крылышко носа Под носиком Носогубная И губочки По такой Резкой траектории Вниз пошли И нависает каплей Нижняя губочка Между ними Щель Щель И зубики Пока достаточно обозначить Зубики вот таким Образом Так Глазик Примерно здесь Может быть даже Челочку усилим Чтобы Различиме было Итак Амбразурка Глазика Находится Вот в этом пространстве Завышена К брови Естественно По траектории Лица То есть Не просто По такой А как бы С учетом Закругления Лица Второй Глазик Можно чуть-чуть Сразу Обозначить Белочки Темности Которые Несколько Рыжат И если Они не рыжат То должны Рыжать Рыжать Немного Стал Добавлять Масло В краску Для того Чтоб не было Слишком Сухого Письма Ну Во всяком Случай Тот Язык Который Я затеваю Сейчас Исполнение Язык Исполнение Хочет Разжижение Маслом Пальчик Один Пальчик Прямо Пересекает Середину Значит Губы Поднимутся Повыше Пересекает Середину На фотографии Моей Пересекает Середину Какой палец С этим Уже Не так Ответственно А здесь Самое Ответственное Место И значит Подбородочек Идет под Самый Палец А губочка Подвинется Губочка Подвинется От пальца Вот так Относительно Друг друга Предметы Или черты Формируют Уточнение Я стал Добавлять Масло Масло Льна Которое Продается Везде В магазинах Художников Охрочку Розовый Краплак И английскую Красную Вещества Кладу Немало Для того Чтобы Исполнить Свой Замысел Определенного Языка Живописи Вы видите Из-под Подбородка Вот сюда Залег Свет Больше На фотографии Вроде как Свет Не видно Но мы Значит Уже знаем Что источник Света Внятно Отсюда Вот он На пальце Вот он Из-под Подбородка И стало Быть Где-то Здесь Тоже Он же Поэтому Здесь я С некой Желтотой Набираю Набираю Цвет После Небольшой Паузы Я Обнаружил Неточности И Срочно Их Меняю Поправляю Передвигаю Губы у меня Занизились Видите Краска Настолько Подвижна Что Ее Очень Легко Передвинуть Кроплак Красный И Кадмий Красный Подойдут Губам В этой Картине Вполне Что И Обычно Подходит Многим Кап Вы видите, переделка перемещения черт по-своему даже усложняет, уинтереснивает укладку краски. Поэтому не бойтесь поиска, потому что в процессе поиска рождается некий плодородный слой укладок. Когда все слишком с одного раза, часто портрет выглядит скучновато. Слишком нет ошибок, поэтому в некую меру поиск неточности способствует интересности письма и образа. Вот это место возле слезнячка обычно светло почти при любой освещенности. И с одной, и с другой стороны. Когда пишем портрет, частенько отходим у сторонки, чтобы посмотреть, что получается. Нет ли каких-то серьезных нарушений. Вплоть до того, что даже смотрим, подносим портрет к зеркалу, чтобы увидеть эти нарушения. В зеркале сразу они виднее. Прямо к зеркалу поднесли картиночку и увидели, где произошли серьезные неточности. Пальцем помогаем. Палец умеет мягчить теневые переходы. Торчание носа от плоскости лица. Очень хорошо дают вот такие отсветления, которые вы видите на фотографии. Но часто, вот даже на моих уроках, я замечаю, что человек, вот ему и даже и покажешь это, он все равно потом это смазывает. Вот эту жесткость. Смотрите, как нос сразу торчит от плоскости лица. Нечто подобное происходит, если и здесь отсветлить. И вот это торчание носика происходит. Поскольку свет желтит, я чуть-чуть добавляю желтоты. Грязноватым разбилом поставим зубики. Грязноватым Грязноватым Масляные замесы. То даже особо не подкладывая масло нового, те замесы с маслом уже подмешиваются к новым замесам. И вот это некая, даже не гуашевость, а может гуашевость письма формируется. Такая жирненькость письма, как бы такая складывается ситуация. Вот это место у губ, вот это и вот это место нуждается в подсветлении практически всегда. Вы видите, формат довольно большой. То есть это 60 на 70, как бы значительно крупнее лица. Но это по-своему красиво. Такие маленькие рефлексики света, мигалочки света можно подложить, очерчивое лицо. Даже немножко в непредсказуемые к этой освещенности места, к этой освещенности головы. КОНЕЦ КОНЕЦ МАКИЯЖИК МАКИЯЖИК ЛИНИЯМИ УКЛАДЫВАТЬ ТАКИЕ ВЕЩИ. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Свет идет оттуда. Отражатели дали рефлекс, вернее даже как бы отразили свет. И поэтому блик в глазике с непривычной стороны, не со стороны света. Тогда темность глаз усилилась. Немножко намек на карие глаза, таким тонально глухим, темным цветиком. Красивый, мощный блик на носике. Можно даже с усилением. Продолжение следует... Соленое в пляже. Крутос. Продолжение следует... Мастихином вот эту темность волос через коричневый. Продолжение следует... Такая густота краски волосам дает экспрессивность решения всего портрета. Продолжение следует... Поскольку свет у меня бьет с этой стороны, то я здесь добавил красноты. Волосы подвержены красным мерцанием. Вы видите, эта краснота тоже как часть солнечного зайчика лежит здесь. Этот же свет пробивает через подбородок и из-под подбородка светится на шеечке. Не забывайте в таких случаях отходить, посмотреть... Отходите, посмотреть, что складывается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доброводок Сквозь волосы чуть-чуть видна бровочка, поэтому чуть-чуть покажем вот это пятно, которое не дает лбу просветиться. Продолжение следует... Рефлексик света. На теневой, вы видите, с обратной стороны теневой рефлекс света. Это обычное проявление освещенности круглых поверхностей. Продолжение следует... Прежде чем ноздрики зачернят, сначала пусть несколько краснят, чтобы создать эффект кровеносности, жизненности. Тенечка от... Прикосновения... Ну вот, вы видите, две тенечки, которые как щели звучат. Здесь прикасается одно закругление к плоскости лица, и здесь тоже самое, и появляется теневая щель. Продолжение следует... 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 Видите, какая богатая цветовая формируется... Из-за этих цветовых игрушечек... Продолжение следует... 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 У меня есть припачканный белило на палитре. Немножко добавляю такой цвет, как цирулиум. И заслоняю, заслоняю. С некой динамикой укладки. Субтитры создавал DimaTorzok Тают, растаивают в пространстве фона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тут и розовые, и охристые оттенки пригодились. И тот самый цирулиум голубоватый цвет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Снова возвращаемся к телу. Зеленоватые оттенки. Теневое тело любит зеленоватые. Естественно розоватые. Зеленоватые оттенки. Зеленоватые оттенки. Зеленоватые оттенки. Зеленоватые оттенки. Зеленоватые оттенки. Большой палец подбирает подбородок. Зеленоватые оттенки. Зеленоватые оттенки. Продолжение следует... Продолжение следует... Из-под большого пальца, из-под подбородка рвется на шеечку вот этот свет. Собственно, этот свет из-под подбородка нам сообщил о том, что вообще источник света бьет от себя. Продолжение следует... 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 Не рисуем шланг, то есть фаланги должны быть внятно обозначены. То есть ломанность пальцев обозначена, которая есть фаланги. Субтитры создавал DimaTorzok Синенький подмешал нахально, а красиво. Сбил линию. Вроде как палец в этом месте потерял рисунок, но тоже хорошо. То есть красиво, когда рисунок появляется с его напряжением, то исчезает. Это живописность письма рождает. Рождает. Вот такой неожиданный свитик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дровочку обозначим. А ухо будешь? Да, да, да. Вы видите, неожиданные световые и цветовые всплески здорово звучат. Вы видите, нахально подложил рефлекс сильнее, чем свет. Ну и что? Смотрите, как красиво. Смотрите, как красиво. Ну что, на этом я закончил этот урочек. Работайте и вы там. Редактор субтитров А.Семкин